приветствую друзья я продолжаю свое путешествие по галактике млечный путь мы продолжаем изучение этой системки про адро не знаю как читается сложно прочитать наверное сгенерированное название gnq d6 16 b4a мы подлетели ко второй звезде в прошлой серии так ко второй звезде в этой системе и изучили две планеты сейчас нам осталось изучить оставшиеся планетки пожалуй я начну вот самого начала также мы открыли 44 пригодные для терраформации планеты пока что может быть и больше плюс одна планета земного типа то есть уже терраформированная и это просто супер так чувствую себя первооткрывателем вот бы еще позволили колонизировать планеты в этой игре было бы вообще круто открыл как колонизировал хотя бы нпц персонажами давно кстати я не приземлялся на планеты но я пока я не хочу я хочу добраться до туманности привет красавица я хочу добраться до туманности какие там называют забыл ну куда этом курс курсы держу статой свободы вот как она называется и уже там может быть где-нибудь приземлюсь нужно экономить свои трпшки свои багги топлива 67 процентов я так понимаю именно в этом трп у меня их еще четыре или три а ну-ка что мы тут открыли так изучайка пока это для терраформации непригодно богатый металлами мир ничего особенного да бывают такие миры богатые металлом но с такой припиской мол добыча ресурсов здесь я не помню как точно там написано но что-то вроде добычи ресурсов на этой планете очень выгодно ну здесь такой приписки нет значит это дешевая планета совершенно бесполезная так а тут у нас что а здесь то же самое ну не совсем бесполезная там что-то за нее все-таки дадут какую-то сумму денег минимальную как всегда вовремя не успеваю затормозить так что у нас дальше вот это не успеваю затормозить это как из прощи только что меня выстрелила эта планета которая была слева по борту ну точнее наоборот она меня затормозила но вот в чем в чем прикол или не знаю как это назвать опять же опять же я об этом уже говорил когда когда в гравитационное поле звезды не звезды любого объекта то не можешь сразу затормозить почему-то хоть жмешь по тормозам остановиться не можешь вот сейчас я могу тупо вот взять снизить скорость вот я нажал тормоз все я считаю остановился ну только скорость осталось 30 секунду ерунда а когда я попадаю вот так вот вовремя не успевая затормозить попадаю гравитационное поле какого-то объекта там планеты луны звезды то вовремя затормозить я уже никак не могу ну то есть вообще затормозить никак не могу жму по тормозам корабль продолжает лететь так вот например сейчас я жму по тормозам вы видите все корабль продолжает лететь не знаю хотя хотя может он тормозит просто очень медленно надо будет за этим последить так кандидат на терраформирование еще один здесь два здесь три пять кандидатов на терраформирование в одной системе я могу сказать круто так ладно летим дальше ну касательно завершу мысли касательно торможения возможно у кораблей здесь есть некий что-то вроде тормозного пути как в реальной жизни у машин то есть если сильно разогнаться потом дав по тормозам вовремя не остановишься само собой наверно что-то в этом роде водная планета неплохо водная планета неплохо так и кислорода на всего три процента само собой этого маловато будет поэтому она даже не пригодна для терраформации ведь я понимаю хотя странно почему ну вот эта информация которая здесь дается она лишь говорит о том что планета пригодна для терраформации а почему она не пригодна не знаю даже углеродная водная жизни есть не знаю почему она не пригодна для терраформации если кто-то знает объясните все ее показатели говорят о том что может ну там кислорода добавить как о том что это работает вот мне это вот 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 Продолжение следует... Итак, что у нас тут богатый металлами мир? Кислород 13%, процентов гравитация подходит. Визуально наблюдаю атмосферу, кислород, азот, камень, металл. Планета не пригодна для треформации, то есть не написано, что она пригодна для треформации. Хотя здесь есть все нужные элементы. Ну ладно, как есть, так есть. Ну что ж, подведем итоги. У нас здесь отличная системка попалась. Не знаю, как мне так повезло. Сфартило. Это у нас звезда, звезда А. Позже, когда я закончу изучать все звезды, я уделю внимание именно подобным звездам, именно класса А. Возможно, на них будет много таких вот пригодных для жизни планет и пригодных для треформации. Надо будет изучить поподробнее. Ну, для начала, конечно, завершу изучение всех оставшихся звезд. А на этом я, пожалуй, закончу сейчас серию. Давайте взглянем на мой кораблик напоследок. Вот он, красавчик. Не правда ли? Просто супер корабль. Эй, аккуратней, аккуратней. Ну, ладно. На этом можно закончить эту серию. В следующей серии мы полетим изучать последние оставшиеся две звезды, плюс те звезды внизу списка не очень часто встречаемые. Попробуем их найти. А потом изучим поподробнее звезды класса А. Возможно, я найду еще парочку живых планет. Надеюсь. Ну, ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока!